Привет! Однажды я уже делала корону из ракушек и у меня есть об этом видео на канале, но та корона была сделана в спешке и получилось не совсем такой, как я хотела. А потом я наткнулась вот на этот аккаунт в инстаграме и поняла, что все-таки стоит взяться за более серьезные варианты этой короны. Суть в том, что Челси, автор этих корон, она делает их именно такими, как я представляла себе ракушечную корону. Это как, знаете, когда у вас есть идея в голове, но она не имеет никаких очертаний, она словно какой-то желейный пузырь или не знаю что. А потом вы встречаете это в жизни и понимаете, что да! Вот! Именно об этом же я и думала. И вот с коронами Челси у меня получилось именно так. Мне очень нравится много ее работ, но копировать что-то от и до мне, естественно, не хотелось. В таком случае надо насмотреться-насмотреться фотографией, подчеркнуть для себя какие-то основные моменты. Это может быть форма, композиция, использование того или иного материала, какие-то там мелкие нюансы. И вот вы посмотрите, посмотрите картинки и закрывайте Инстаграм или Пинтерест или где вы берете вдохновение. И до завершения вашей работы не возвращайтесь к этим картинкам. И все возникающие по ходу работы вопросы уже решайте сами. За основу я сначала решила взять мягкую проволоку для творчества, которую использовала в коронах раньше. Ее очень удобно использовать, потому что можно так вот обогнуть голову, и вот у вас готовый контур вашей головы под корону. Когда я была во Франции, увидела там вот такую ткань с блестками, не устояла и купила ее. Еще тогда не знаю, куда использовать. Она была больше моего чемодана и пришлось брать ее в салон. Зато она отлично подходила моему образу, и благодаря этой сторис я узнала от подписчицы, что этот материал называется «Глиттерный кожзам». Так что по этим словам можете прогуглить этот материал и купить при необходимости. Путем проб и ошибок, кучу раз примеряя на голову, я сделала трафарет для нижней линии короны. То есть я хотела, чтобы корона была немного как кокошник и шла вот, ну не как обычные короны вот так вот, а вот так вот сверху и чуть спускалась вниз. И получается, что этот трафарет, он как раз таки и описывает вот эту линию головы. Я перенесла нижнюю линию на основной материал по трафарету, а верхнюю часть стала рисовать уже импровизируя по кожзаму карандашом. Правда, я быстро пришла к выводу, что без трафарета я не нарисую идеально симметричные стороны, поэтому я вновь взялась за черновик. Это, если не ошибаюсь, бумажные скатерти, кому интересно. Я стала вырисовывать такие вот формы, но потом решила, что лучше я сделаю одну плавную линию, а особая форма у короны будет уже за счет ракушек. Так что я сложила трафарет пополам для симметричного результата и отрезала, а потом перенесла все на кожзаму. Вырезаю все и таким образом получаю очень плотную основу, на которую буду крепить ракушки. Кстати, блестки будут на обратной стороне, потому что мне хотелось, чтобы корона со всех сторон выглядела хорошо, потому что предыдущая сзади выглядела просто отвратительно. Ну, то есть, это вообще не мой уровень сейчас. Уф, эти ракушки, мне кажется, могут пробить пол. Так, ракушки у меня хранятся в той же коробочке. Что-то покупное, что-то подаренное, что-то собрано собственноручно, что-то привезли родители с моря. Кстати, я нашла очень много вот таких покупных ракушек от фирмы Златка, и особенно рада я была мелким ракушкам, потому что ими можно будет заполнять пробелы между большими. И именно их мне особо не хватало в прошлый раз. Я не снимала долгий и мучительный процесс составления этой композиции, потому что я сразу знала, что у меня это займет много времени. Получилось примерно вот так. На этот раз у меня не было цветных ракушек, как тогда, поэтому я решила просто-напросто раскрасить то, что есть. Для этого я взяла вот такие перламутровые пигменты нежных цветов и акриловый глянцевый лак. В видео про аниму, если смотрели, я смешивала лак с блестками и покрывала им стенки шкатулки. И вот здесь принцип тот же, просто вместо блесток у меня пигменты. Для маленьких ракушек я добавила в первый цвет немного золотого и еще плюс лак, чтобы цвет был прозрачнее. А для боковых ракушек я в тот цвет, что был, добавила еще немного фиолетового. Это не сильно заметно, но оттенок уже чуть-чуть другой. А дальше все это можно сажать на горячий клей. Я выбрала его, потому что он добавляет прочности к короне. То есть он не просто приклеивает, а работает еще и словно жидкая, быстро затвердевающая глина какая-то. Странное, наверное, сравнение, но мне главное, чтобы вы поняли суть. На первых порах надо приклеить крупные ракушки буквально на одну каплю. Одну, но большую. А чтобы работать дальше, короне нужно придать уже ее финальную полукруглую, ну или круглую форму. Потому что если все приклеивать, пока она плоская, она так плоской и останется. Покупать манекен, какую-то голову мне особо не хотелось, потому что дело даже не в ее стоимости, а куда я ее потом дену. Но зато буквально вот на днях тогда мы с молодым человеком обсуждали, кто как проводил время на переменах в школе. И он рассказывал мне, что они с друзьями делали мячики из бумаги и скотча. А у меня был здоровый рулон крафтовой бумаги всего за 120 рублей. И три этих факта так удачно сложились буквально за секунду в моей голове, что я решила сделать бумажную голову. Получилась вполне себе голова. Но что-то на этой бумажной голове корона держалась неохотно. Да и сама голова не стояла. Еще мне не нравились вот эти щели, потому что из-за них дальше корона могла бы стать кривой. Но у меня осталось много воздушного пластилина с Алиэкспресса, планов на который у меня не было. Поэтому он тут отлично меня спас. И да, оно того стоило. Я вылепила из него ленту и на нее положила корону. Прям даже натянула. Таким образом, пока он не застыл, он распределился внутри по тем местам, где как раз было пространство. Ну и еще корона к нему немного прилипла и держалась намного лучше. И вот видите, когда я изогнула корону, между ракушками появилось много пространства. Именно поэтому я не склеивала их основательно. Все эти пробелы я заполню этими милыми ракушечками и жемчужными полубусинами. Плюс я наливала довольно много горячего клея, который, как я вам уже говорила, очень укреплял все изделие. Полной симметрии добиться было очень сложно. Да и оно и не надо было, потому что в море так не бывает. И да, при этом я старалась основную форму сделать симметричной. Но одно дело общая форма, и совершенно другое дело уже сам дизайн внутри. И еще мне хотелось добавить немного страз. Ну, это же корона все-таки. Но покупать стразы через интернет, пытаясь составить композицию, сочетать разные размеры и разные формы, это очень сложно. Да и покупать стразы по отдельности выходит дороговато. Поэтому я заказала на Алиэкспрессе вот такие надбровники и другие наклейки для тела. В них стразы уже собраны в определенные орнаменты, и можно взять либо часть узора, либо весь его просто перенести. Стразы держатся наклейкой поверхности, от которой, в принципе, они легко отходят. И плюс у меня еще была вот такая мелочевка того же цвета, которую я тоже использовала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот так примерно у меня получилось. Но между ракушками все равно были щели, и мне это не нравилось. Для их заполнения я взяла УФС Малу и перламутровые пигменты, а еще вот такие блестки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А дальше я просто заливаю все это между ракушек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сначала закрепляла смолу фонариком, чтобы она не очень сильно стекала, а сразу фиксировалась. А потом, когда я закончила этот этап, просто оставила досыхать корону на солнечном подоконнике на несколько дней, чтобы уж там все наверняка зафиксировалось. Потому что под лампу она не влезет, а сидеть с фонариком мне тоже не очень прикольно. Кстати, работать с УФ-фонарем я вам рекомендую хотя бы в солнцезащитных очках, которые с реальной УФ-защитой. Глаза свои надо беречь. Так я заполнила все-все-все щели, и плюс благодаря смоле корона стала еще более прочной. Но из-за того, что УФ-смола чуть усаживается, чуть сжимается при высыхании, она слегка задавила мне корону, буквально там на миллиметр-два, но это уже ощущалось. И корона при всей своей тяжести, она все-таки тяжелая, она держалась на мне как ободок. И с изнанки все выглядело очень аккуратно. Правда, надо было доработать вот эти ушки. Под них я отрезала кусочки из обрезков глиттерного кожзаменителя и просто приклеила их. А уже потом стала обрезать по форме. Дальше для шнурка надо было сделать дырочки. Я для этого взяла декоративный дырокол, и с одним куском кожзама он справился довольно хорошо. Поэтому я отметила, где я хочу сделать дырочку, но вот два склеенных куска в дырокол просто не влезли из-за вот этого вот порожечка. В конце концов, изначально он просто для бумаги. И здесь вообще идеально подошли бы люверсы, но у меня их нет. Я сделала отверстие обычным дыроколом. А связать детали я решила замшевым шнурком. Он хорошо подходит по цвету и не очень тоненький. Чтобы он не выскочил и не потерялся, я взяла бусины в виде жемчуга от какого-то старого браслета. Это не жемчуг, это просто бусинки. Надела их на пины и, сделав дырочку в шнурке, все закрепила. Так, корону можно будет затянуть и, наоборот, сделать пошире при... Я ее сломала. Благо ее можно вставить на место. Сейчас подклею. И, конечно же, я хотела организовать фотосессию в ней. Для этого надо было найти платье и, разумнее всего, было бы взять платье на прокат. Я хотела такое пудренное, нежное, серо-розовое платье, которое бы подчеркивало талию. Точнее, чтобы была вот талия и от нее юбка. Но во всех прокатных шоурумах, агентствах, не знаю, как их назвать, розовые платья были какие-то поросячьи розового цвета. И я еще смотрела голубые. Голубые были тоже настолько приторно-голубые, что вообще не то. И тут я открываю очередной аккаунт шоурума в инстаграме и вижу, что к ним можно приехать, посмотреть платья и примерить их. И я поехала, потому что смотреть эти бесчисленные фотографии платьев, которые показывают только с одного ракурса, они всегда передают точно цвет. Да и вообще в какой-то ужасной обработке бывают кадры. У меня уже глаза болели. Ребята, там платьев столько на любой вкус и цвет и на любое мероприятие. И там я нашла себе именно то платье, которое прям навизуализировала. Это было прямо воплощение того самого идеального платья под эту корону. Так что, шоурум Дресс Фоллес вы у меня в сердечке. Спасибо вам большое за вашу работу. Я точно еще вернусь за каким-нибудь платьем для мероприятия или фотосессии. А вы, мои дорогие зрители, кто из Москвы особенно, подписывайтесь на их инстаграм, чтобы не потерять. Потому что платьев выбор там огромный. И можно все спокойно померить перед зеркалом. Там есть кабинка. Короче, все для людей. Прям. Я очень рада, что я нашла это место. Еще один очень важный момент в фотосессии, без которого ее, собственно, не получится, это фотограф. Фотографом у меня на этот раз была Софа Сивала. От ее работ я просто в восторге. И, в принципе, давно слежу за ее творчеством. И именно ее я видела как человека, который соберет воедино все то, что я придумала, на фотографиях. Ссылка на ее инстаграм будет в описании. И она просто волшебница. Так что подписывайтесь. Ее инстаграм полон нежности и любви. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Пишите в комментариях, было ли у вас тоже такое, что вы за что-то сделанное ранее брались и делали с нуля, с новыми силами. И доводили до идеала в вашем понимании. Наде... Это я уже сказала. Я вас вот так вот люблю. Пока. Так круче выглядит, правда? Но это фонарь с телефона, в который я подглядываю. Надо что-то придумать. Фонарь с телефона.